МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, я думаю, что в этой сфере есть над чем поработать. Можно вести более разнообразное меню, то есть добавить больше фруктов, овощей, разнообразить гарниры, дополнить, может быть, какими-то салатами. Какое вообще идеальное меню должно быть? Должно входить красное мясо, рыба, зерновые продукты, то есть это каши, и молочные продукты, молоко, сметана, йогурты, сыр. В перекусы должны быть? Да, обязательно родители школьника должны знать, что необходимо ребенку посылать с собой в школу какой-то полезный перекус. Пусть это будет какой-то фрукт или, допустим, пакетик с орешками. Полезный перекус, возможность сделать какой-то бутерброд с цельнозерновым хлебом. Должно ли быть определенное количество калорий? Калорийность блюд должна соблюдаться, потому что все больше и больше встречаются проблемные дети с лишним весом. Поэтому я думаю, что над этим нужно задуматься. Сейчас в школах продаются булочки. Как вы к ним относитесь? Они должны быть в рационе? Ну, углеводы, они все равно имеют место быть, но они не должны заменять главное правило основной прием пищи. Поэтому, конечно, от булок мы полностью не сможем отойти, но ребенок должен отдавать приоритет все равно основному приему пищи, то есть полноценному. А булочка или какое-то дополнение будет уже просто к основному приему пищи, скажем так. Данная, так скажем, идея будет реализована в наших школах? Вот ваше мнение. Ну, у нас общество все-таки настроено на правильное питание, на здоровую еду, поэтому этот вопрос актуален. Я думаю, в любом случае, хотя бы частично, но он должен быть воплощен в жизнь. Спасибо, Мария, что ответили на мои вопросы. Это была программа интервью. В студии работала Евгения Бакина. До свидания.